народ всем здорова как и говорил в последнем видео что я вам сделаю краткий экскурс где я был а в общем это республика доминикана punta cana город бавара вот страна испаноговорящая национальный язык здесь испанский 365 дней в году здесь лето 340 дней из них солнечные 20-25 дней как правило какие-то коротковременные дожди и облачно поэтому лететь сюда можно абсолютно в любое время года если вы смотрите погоду например в санто доминго это столица то там вы можете видеть что дождик идет какие-то еще на это все бред и не знаю почему погода так показ когда сюда собирался идти то же самое было смотрел и тоже видел танки дожди еще что-то на самом деле вот сами видите погода солнечно сегодня например такое какое-то февраля там 18 что ли вот суть в чем отдыхал я в отеле и проживал называть студенталь grand punta cana сейчас я вам про него все расскажу вот по этой дороге вы сюда заедете то есть по ней пойти дальше прямо но там ничего нет там просто джунгли с двух сторон вот и там находится шлагбаум то есть вы въезжаете вас заводят сюда парковочка машины есть в аренду взять можно пожалуйста вот там главный холл там вы паркуетесь вас встречают на себя как обычно то есть как во всех городах и не знаю во всех отелях во франции в европе там не знаю в турции в египте все то же самое одинаково приехали вышли вас встретили пожалуйста за счет того что они изговорятся на испанском они постоянно вам буду говорить hola amiga hola amiga типа здорово мужик здорово мужик я уже настолько этого мало немного нас слушался то что я ему же просто говоря amiga amiga да 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 от unravel嘛 learning просто они как бы принято просто постоянно здороваться строки дела то есть ну как бы здесь очень много американцев отдыхает здесь примерно 100 процентов отдыхающих 80 процентов это англоговорящие из них подавляющей большинства это американцы то есть для них сюда лететь примерно два часа для них доминикан это как для нас турция то есть в основном северная америка там где холодно вот они приезжают все погреться также потом все летят испанцы канадцы французы туда итальянцы еще русских здесь вообще грубо говоря если в отеле сейчас находится 500 человек то из них русских примерно человек 30 то есть очень мало и прям практически русскую речь вообще не слышно что принцип с одной стороны рада потому что ну когда отдыхаешь эти посторонние наши разговоры о том о сём не нужны ну и вот собственно наше лобби так сказать входим сейчас я вам покажу что здесь вообще есть вот ну вот вы когда приезжаете здесь соответственно регистрируетесь здесь по вечерам в этом лобби также происходят все различные пьянки-гулянки потому что здесь работает кондер и постоянно здесь сидят всякие-то эти немцы американцы и так далее сидят просто безбожно пьют постоянно они бухают вообще хрящий нас раз в сто за счет того что это здесь в инклюзив также действует все включено сразу а у них в америке нигде такого нету и поэтому они все летят чисто оторваться жрут целый день пухают целый день они даже собой носят такие термос и через которых мы чай пьем они из них пьют пиво холодно набирают прям просто на варе полный этот термос и его и гу пить на пляж вот то есть соответственно такое огромное лобби там соответственно есть бар куда я сейчас хожу попить водички вот собственно это будет ваш основной ресторан где вы будете постоянно есть пить и так далее сам ресторан я не пойду потому что но смысл вам его показывают там все сейчас сидят люди ходить между ними снимать свет на камеру обычный типичный ресторан также стоят столы шведские набираете что хотите едите отмечу то что из кухни принципе выбор есть есть что покушать взять но ничего такого нового не найдете я для себя этого ничего не нашел было да пару раз жарили когда были американские дни такие жарили мясо вкусно неплохо такие стейки получались а так в основном ну и до обычно они приторные то есть нет таких внутренних своих спец еще чего-то ну нормально то есть есть можно не не проголодаетесь но вот любители морепродуктов для вас вообще будет облом потому что если дают здесь креветки какие-то мидии еще какие-то ракушки дают такой вообще просто фу просто не то чтобы есть невозможно но во-первых все неправильно приготовленное такое все как бы она внешне вроде красивая но такого чтобы прямо поискали мбр креветки поел супер не будет у вас креветки дерьмо здесь находится бассейн 1 соответственно все здесь упаются бассейн вообще не глубокий то есть он ведь мужик идет по колену там где-то есть по пояс но не больше наверно для безопасности сделано чтобы не утонул вот так вот чтобы разбежаться прыгнуть но у вас соответственно не получится он тот где домик стоит такой это там тоже такой летний бар скажем так вы там можете поесть гамбургеры картошку фри так далее но опять же подчеркиваю исходя из того что все заточено под америкосов естественно еда здесь фастфуд таких промежных скажем так кафе промежуточных вот вот видите сидят слева бьют с этого с термосов это то о чем я говорю а вон там вдалеке не знаю на камере видно нет вон видите висит флаг американские него растянули когда я приехал впереди не увидел я думал то что я против этого флага ну точнее этого номера должен сделать какую-то диверсию я должен там чем-то напасть на них когда я понял то что я здесь грубо говоря один в пекле врагов я понял что диверсию нужно положить на неопределенное время вот это театр так называемый здесь вы будете с вашим гидом встречаться и так далее здесь вечером проходят всякие шоу программы кто-то хвалит кто-то не хвалит я не знаю танцуют пляж что-то веселятся то есть красиво-некрасиво это сами решили то есть я ничего не могу сказать также сразу здесь бар там туалет все дела а по периметру то есть получается как вот мы в середине находимся а слева справа от нас вот слева там посередине домики и там также справа отель как бы имеет такую прямоугольную форму корпуса идут жилые там живут люди везде вот сейчас мы поднимаемся на второй этаж здесь у нас будет а-ля карта ресторан мексиканской кухни ну и также какая-то легкая закусочная вот промежуточное время вот я поднялся на второй этаж вот оттуда я вас снимал только что сейчас я вот бассейн всеми валяются как обычно кстати вчера была компания но не вчера была она здесь есть молодежная там американцы в америкос приехали там человек 12 все белые как бы еще там четыре таких как цветных мы пацаны реально как в кино такие пришли какие-то херню с тобой притащили через который пиво пить и шлемы каски сиди как они начали там бухать просто и они эту пиву к или пили пили притащи со здоровую колонку музыку включили в общем на туре в американском кино побывал он там бар прикольный с которым вода течет то есть можно на стуле посидеть попить пивка водички кофе чай джакузи различные погода отличная я стою на улице солнышко печет ну прям классно напряжено пойдемте дальше сейчас мы самое главное у нас и кем впереди в целом вот если по отелю идем и так вот не скажешь что в доминикане грубо говоря похожи все на какую-нибудь например турцию очень такой дорогой большой отель потому что в принципе везде зелень похожая вот но пальмы здесь все настоящие то есть если турции как вы знаете все пальмы завезенные то есть там ни одна пальма сама все не выросла и местность там принципе за пределами отель так как горная то здесь и горы есть и равнины и очень много вот такой насыщенные всякой различные зелени там деревья кусты еще что там лианы не знаю пальмы и так далее ну классно вот есть такие лаунж зоны скажем так но это first club называется это получается как бы отель внутри отеля он сделан больше для постояльцев то есть те кто здесь уже по десять раз отдыхали некоторые семьи когда здесь по 15 лет отдыхают каждый год вот соответственно сделан для них то есть для них уже все такие места зарезервированы отдельный пляж такой небольшой гараж огорожен огороженный вот но в принципе они как и напрягает используется можно чем угодно но но им просто нравится там мне например возле бассейна вообще не по смысл свету них раз я приехал на океан а сидеть возле бассейна как вот эти например так еще многие сидят в интернете с телефончиками постоянно что тыкают 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 ну вообще уроды глупые дома можно натыкаться в этот интернет передвигаются все вот на таких тачках скажем так приехал тебя зацепили посадили и поехал почему ну сами понимаете американское население все жирные ходить не любят их возят это пляжный бар уже начинается то есть он же тире там дальше есть столики вечернее время он превращается поля карт и рыбный ресторан ходила я вот рыбный ресторан типа морепродукт я думал сейчас будет ох как вкусно все то же самое что в обычной столовой скажем так но она же ресторан главное все те же самые блюда ничего нового ничего вкусного то есть так сходил поел и короче не впечатлило меня хотя на самом деле к идее не придирчивый то есть ем все подряд но просто надо есть такие вкусные блюда простые а есть а вот так вот выглядит здесь пляжная тусовочка кстати возле океана постоянно есть такой ветерок легкий но бывает легкий бывает не легкий но он такой приятный он ненапряжный если бы он не было тогда была бы духа то бы полное зарище вот кстати который сидят валяются и стала как раз есть американцы про которых я говорил тусуются они чисто к флоридам все смотрят такими меня а я их снимаю и колюха песок короче за счет того что белый он не горячий а кстати обратить внимание видите водоросли лежат сейчас время примерно 2 часа дня и соответственно их уже океаном прибило атака обычно их утром убирают ну точнее ночью наверное потому что там приходишь никаких водорослей нет то есть все чисто и принципе влево вправо все растирать растирается чисто пляжа не и можно я ходил и налево и направо гулял везде то есть пожалуйста но вот так и что касаемо цен я сюда приехал на 7 дней за 90 тысяч рублей я вам рекомендую брать либо семь дней либо 14 дней а это два таких вот самых выгодных варианта 10 дней 11 дней это все очень дорого выходит то есть необоснованно я бы сказал даже дорого поэтому если 7 дней для вас это мало отдыхать но для меня это вообще вполне достаточно самое главное подчеркивать то есть здесь вале дел как бы не с целью отдыха вот с целью по работе мне нужно было здесь появиться вот но 7 дней мне бога хватило то есть я и насмотрелся и весь город повидал и все что нужно было видел я просто человеком который встречался он мне сам провозил показывал здесь живет и поэтому мне в этом плане повезло мне было бесплатная экскурсия по всей республике он не повозил там по всем элитным всяким районам где живут реально богатые люди там такие виллы есть некоторые стоят то есть начинается цена за виллу за сутки 2000 долларов это самая такая вот сухая вилла вот дальше что алкоголь сувениры в разы дороже чем в турции например магнитики стоит там 5 долларов магнитики лучше есть есть конечно за доллар магнитики они такие прям фу я там взял конечно такие нормальные алкоголь в принципе здесь самый ходовой это ром ром стоит где-то примерно 20 долларов 07 хорошо упакованные коробочки можно купить и за 6 долларов ром это будет такая маленькая как у нас это называется чипырик короче щекол дочка какая-то короче вот такая маленькая бутылка вот что касаемо безопасности но говорили то что например ну гид отельный говорил что ни в коем случае никуда не ходить в город он садись рядом есть то есть вы пожалуйста можете выйти посмотреть вот но который здесь рядом город бавара он прям молодой город ему примерно 40 лет и соответственно там вы ничего такого прям классного не увидите ну просто как живут местные грубо говоря там в основном местные тусят отдыхают но также можно встретить и туристов особенно по утрам они бегают почему-то вот кто-то по городу бегать тот-то бегает по вдоль океана вот ну кому где больше нравится вот поэтому самое главное вечером может не выходить не ходить кому таком сильно пьяном состоянии чтобы самому себя агрессивно не вести и самое главное следите за вашими деньгами за всем то есть если ну это как везде наверно парни согласитесь да если увидите то что пьяный стоит какой-то непонятно у него там бабло с собой чё бы войне не ебать хорошего а если вы адекватные культурно днем погулять вообще без проблем машины и так далее тоже все в аренду есть все можно брать единственный просто подвох заключается в том что вы договор подписываете на испанском языке и например человек рассказывал ситуацию он взял страховка полная до полный приезжает а у него на машине мудрите грыжа появился изначально не было ну реально не было в этом согласен он сам это знал вот и заставили оплачивать на все есть а на это нет ну как так это же полная страховка ну вот полный неполный но так соответственно можешь специально может не специально то есть тут я уже ничего сказать не могу плане экскурсии приехать сам про на семье или даже на 14 то есть то не знаю как вам но мне бы показалось бы это очень утомительно лежать всю эту неделю на пляже поэтому экскурсии брать по любого с полюбасу я даже человеком с которым встречался он мне даже посоветовал сказал будет обязательно возьми салону а это остров на кариб в карибском море где снимали рекламу баунти ну такое типа райское место на земле и туда ездил да действительно брал экскурсию стоило 150 долларов то есть в нее включается какой-то амар один лангуст лангуст шампанский но это понятное дело такой амарик с бутылку и шампанскую буквально там фужерчик не наливать потому что народ как хрена и как они начинают себе шампанское хлистать и уже шампанского как такового нету но ехал то я туда не за шампанского не за лангустом реально очень красиво очень классно соответственно экскурсии также все начинаются по ценам примерно вот 100 долларов а есть экскурсии конечно 60 долларов но это экскурсия для детей это как бы зоопарк родителям съездить показать детям там обезьяну какую-нибудь еще что-нибудь вот а так все хорошие экскурсии в среднем 100-200 долларов а дальше уже идут гораздо дороже экскурсии по 500 долларов если по три тысячи долларов и так далее индивидуальные любые какие хотите но в целом грубо говоря если улетите на две недели хотите прям много чего посмотреть минимум закладывать нужно где-то долларов 500 на человека это вот на 4-5 экскурсии но я думаю они вам может какую скидку сделают но хотя вряд ли скидка здесь стоит 150 долларов экскурсия 5 процентов скидка это примерно так ну а так в целом больше я бы сказал потюлений такой отдых если без экскурсии безо всего потому что целыми днями все держат просто на пляже пьют пиво и балдеет с одной стороны да классно но мне от недели подчеркиваю еще раз хватило вполне потому что я его я не поплавал на карибском море съездил и по городам побывал и все посмотрел и все узнала все увидел все для себя понял соответственно кто соберется отель принципе рекомендую рядом есть гораздо дороже отеля но они дороже а так вот 90 тысяч на одного было на двоих вроде 130 или 140 тысяч но вы можете цены смотреть сами потому что написано меняются вот я летал через сайт летать . ру это может ходить туда спокойно писать и смотреть вы все пацаны всем до новых встреч подписывайтесь на мой канал будьте новое расскажу обязательно у нас же дальше он сказал путешествиям по европе ничего не отменяется все намечено на май поэтому если вы впервые зашли видели видос там про путешествие можно подписывать оставайтесь в мае я планирую на машине на новую mazda 6 съездить больше по францию германию там посмотрим как денег будет как маршрут как по времени будем планировать уже ближе к маю